Центральный банк Российской Федерации. Какое кредитование? О чем речь идет? И вот когда мы документы эти собираем, представляем судье, судья говорит, ну и что? Все равно положено кредит отдавать. Вы же кредит брали? Мы говорим, нет, не кредит. Нет кредит. И вот получается мы готовим документы, судья выносит неправосудное решение. Мы провели не одно такое заседание, где полемизировались банками доказать. Не то, что не могли доказать. Ясно было, что это все фикция, все это лже-кредитование. Но тем не менее, судья, судьи, они подходят здесь с позиции выборочного применения законов. Это тоже нонсенс в практике. Ну как можно брать из Гражданского кодекса одну статью и не принимать во внимание другую, которая ограничивает вот эту? То есть, получается, до чего договорились судьи? Они прямо впишут в определение. Вы неправильно понимаете законодательство. Вы неверно его толкуете. А что, они эксперты, что ли? Судьи. Судьи же не эксперты. Вообще, мировая практика разбирательства подобных вещей требует экспертизы. Потому что кредитование на сегодня настолько сложно, потому что там участвует знание финансов, банковского дела, знание долговых обязательств, векселей, деривативов и обращением всего перечистенного. Знаете, чем отличается долговое обязательство от прав, требований и так далее? Никаких этих знаний у судьи нету. Экспертов судьи отказываются привлекать и действуют по заранее схеме, которую банки прописали, как надо отвечать или как надо судить человека по кредиту. И они полностью переписывают исковое заявление банков в свое определение. Судья. То есть там вопрос, а судьи тогда кто? Откуда они взялись у нас? Как так получилось, что судья совершенно не выполняет ни международных практик? А какая практика международная? Если сталкивается гражданин и предприятие какое-то, или концерн, или банк, то в этой ситуации вступает в силу закон равенства перед законами судов. Ну как я могу быть рядовой гражданин равным с банком? У банка есть деньги, есть юридическая служба, связи и так далее, я никак с ним не равен. И вот поэтому для выравнивания судья, исходя из мировой практики, обязан, ну иначе не получится равенства, меня выравнять, как это делается? Он берет 20% аргументов банка и 80% моих. Тогда он нас выравнивает, потому что у меня есть конституция, у меня есть права, которые ограничивают, банк что-то там нарушает, мы его должны вместе с судьей поставить на место. Но здесь все упирается в принятую парадигму и концептуальную вот эту идею золотого тельца власти банков и денег, которая принята на уровне правительства. Бизнес трогать нельзя. Даже если он нарушил все святые святые, конституцию нарушил, плевать, права плевать. Бизнес должен работать бесперебойно. Как же так получится, если банк, нарушив права человека, вскроется его мошенническая деятельность, и этот кредит будет признан фиктивным? Так разрушится вся система банковская. Вот мы и уперлись. Тогда кто такой судья? Стали с этим разбираться. И здесь нам тоже объяснили. Сергей Вячеславович Тараскин, наш интеллектуал в этой области. Я вот у него очень многому научился, и он нас... Он же это знание дает не за деньги, он же их делает достоянием каждого человека, может их использовать в своей работе. Кто такие судьи? Оказывается, эта система зарегистрирована, вся судебная система зарегистрирована за рубежом. В том же, на тех же официальных европейских сайтах ЮПИК данные содержатся о регистрации всех наших судов, и общей юрисдикции, и Верховного суда, и всех остальных, конституционных и так далее, Германии. Со всеми данными они дают туда отчетность. По той же оферте они оформляют это дело, и они обязаны, согласно этой оферте, выполнять или отвечать на устные запросы по любому делу, отчитываться перед этими транснациональными корпорациями. Вот она система, какая вскрылась. Ну, мы же раньше не знали о ней. Для чего нам ее сверху вот расшифровали, вот эту систему? Для чего? Мне знать, что суд зарегистрирован в Германии. Для чего бы понимать, почему он так упорно защищает банк? В каких бы грехах мы его там не обвиняли. Потому что это единая система. Единая система управления мировым, так называемым, рынком. Как прописано в реестре коммерческих компаний, что суды там зарегистрированы, как коммерческие учреждения. Ну, тогда все стоит на свои места. Банк, коммерческие учреждения, хорошо, я согласен. Давайте договор составим с вами. Где пропишем? Я передаю вам свое доверие. Судьи, обычно судья спрашивают, доверяете ли вы суду? Есть ли отводы? Ну, хорошо. Договор, договор цессии. Где будет прописано, как вы будете защищать мои законы, в ущерб, не в ущерб меня. Если вы в ущерб моим интересам, будет нести материальную ответственность. У судей вот такие глаза. Как это? Какой договор? Мы же типа государственная организация. Какая она государственная? У ГРН, у суда, единица стоит, частная организация. Но это же открытие для граждан Российской Федерации. Вы на улице выйдете и спросите, знаете ли вы, что суд частной организации, зарегистрированный за рубежом, в едином реестре коммерческих компаний. Все говорят, нет, я не знал об этом. Или вообще дико для меня это даже слышать. А знаете ли, что там же зарегистрирована налоговая? Вот она, эти данные. Как только мы в налоговой зарегистрировали, суд ли, предприятие, организацию или общественную какую-то организацию, все автоматически на сервере в городе Дармштадт. С этих позиций получается судья, это обычный коммерсант. Опана, это совершенно другие взаимоотношения у нас тогда открываются. Вот через профсоюз мы вот эту идею, вот эту юридическую сторону и освещаем. Конечно же, у судей эта информация вызывает, у кого шок, у кого перекашивает лицо, кто делает вот такие глаза, кто-то говорит, это ерунда, где вы это взяли. Но тем не менее, эта информация официальная, ни одним официальным лицом она не опровергнута. Значит, это полная достоверность информации. А это регистрация. Значит, что мы ожидаем от этих судей? Вы можете обратиться в ФСБ. Потому что 272-я, по-моему, статья говорит о финансировании другого государства, как измена родине, РФ, я имею в виду, законодательство, уголовного кодекса. Она гласит о том, что отдавая банку таким образом деньги, если банк является аффилированным лицом, то есть в его учредительстве существуют иностранные граждане, мы таким образом финансируем другое государство, в том числе и страны НАТО. А это запрещено, это самое тихотчайшее преступление. И когда я делал запрос в ФСБ на эту тему, как вы думаете, куда они отправили мой запрос для ответа? В Центральный банк Российской Федерации. Спрашивается тогда, кто кому подчиняется. Я из этого делаю вывод. Все они эти ведут к управлению наднациональной структурой Центральный банк Российской Федерации. Все. Там же зарегистрированы и остальные органы, просто они об этом не знают. Пока еще, а может и знают. Значит, прокуратура тоже со мной. То есть, создается такое впечатление, нам эту информацию раскрыли для того, чтобы подготовить нас к этой массовому переходу или возврату в некое другое правовое поле. Это другое правовое поле, кроме как СССР. Я его и не вижу, никто его не увидит. То есть, возврат будет однозначный. Потому что держать все время властные структуры, причем об этом будет знать народ под управлением за рубежом, так долго продолжаться не может. Информация обычно раскрывается на эту тему перед тем, как произвести вот эти изменения. Не для того, чтобы мы с этим жили и дальше. Ну, это логично. Иначе бы ее и не раскрывали, эта информация. Соответственно, в этой ситуации мы работаем с банками, с этими судами сейчас по умолчанию. Мы, они на нас свое дело шьют, как бы пишут, как банки им говорят, а мы вшиваем в дело документы о регистрации за рубежом, о подчинении суда третьим лицам, значит, не отражающим национальные интересы. И вскрываются уже и другие нарушения, например, гражданство судей. Мы уже об этом говорили в первой части, что судья не может занимать должность судей, если он не является гражданином ОРЭФ. Но на самом-то деле, он же гражданин СССР до сих пор, не вышедший оттуда. И, устроившись на работу, написав заявление, указав, в котором, что он гражданин СССР, ОРЭФ, он же там ОРЭФ написал, он юридически ввел в заблуждение руководство. И назначена эта должность на закон. Ну, так получается, по документу. Соответственно, подведена юридическая база для того, чтобы объявить всех служащих как несоответствующих занимаемой должности. Более того, их подводят под уголовное преступление за владение служебным положением в коростных целях. Вот это ощущение еще служащими до них не дошло. И наша задача им это объяснить в индивидуальной беседе, или в приватной, или еще в какой-то там, я не знаю. В любой форме, в массовом порядке, любому руководителю, предприятию или организации вот эту вещь. Соответственно, в суде у нас целый комплект документов, которые мы официально предъявляем в суде на двух стадиях. Первая стадия – это отводы судей. Начинаем мы отвод с предъявления суду основания по экспертному заключению о судебной системе и ее функциональной способности защищать конституционные права граждан. Есть такое экспертное заключение. Оно в свободном доступе в интернете есть. И мы его оттуда достали. Оно написано экспертами Геков и Зотов. Значит, там говорится о том, что исследование проекта Конституции, или Конституции, как угодно ее называйте, Российской Федерации, гласит о том, что судья, чтобы объявить какое-то решение именем Российской Федерации, должен иметь судебную власть. Судебная власть, согласно статье третьей Конституции, части 3, передается только одним способом – путем референдума, либо всенародного голосования. Как это происходит с президентом, либо депутатом? С президента мы выбираем, наделяя его исполнительской властью. Заметьте, только исполнительской. Президенту судебная власть не передается, потому что этому, или это запрещает статья 10 Конституции, где говорится, что государственная власть в Российской Федерации делится на три – исполнительная, законодательная и судебная. Раз она самостоятельная, изолирована друг от друга, и передается она, изолирована по горизонтали, а не по вертикали. Соответственно, наделив президента исполнительной властью, исполнительный президент может назначить министра, может назначить руководителя, может назначить судью для рассмотрения дела. Но власти он судебной, судьи не передает. Депутат тоже наделяется законодательной властью, то есть голосовать в Думе. А судья, кто ему власть-то передал? И вот мы открываем Конституцию и видим в статье 128, судья назначается в должность приказа президента. Назначается. Тогда как сопоставить статью разделения властей, это статья 10 и статья 128? А для этого существует статья 16. 16 статья является заключительной в главе 1, которая называется «Основы конституционного строя». И в 16 статье написано, что 16 статья завершает первую главу, составляющую основы конституционного строя. Там есть часть вторая. Никакие другие положения после этой 16 не могут противоречить основам конституционного строя. Вот почему сначала выборы судей, а потом его назначение согласно его подсудности по уголовным делам, гражданским и так далее. В этом все объяснено в экспертном заключении, и мы его как отвод даем судье. Что нам в суде говорят по этому вопросу? У вас она не заверена. Там нет подписи. Хотя документ, он не является юридическим документом. Или где эксперты эти, почему они у нас в суде не присутствуют. Ну это всякая ерунда. Но экспертное заключение, оно прямо в нем и написано, создано для всех граждан Российской Федерации, для того, чтобы они смогли найти истинную правоту в правоохранительных органах, в судебных органах. И наделяется статусом юридического документа с момента его подписания и размещения на сайте. Этого достаточно. Что говорит судья по этому поводу? Статья 16 ГПК гласит, что судья не может вести дело, если он прямо или лично, или косвенно заинтересован в исходе дела. Или имеются иные обстоятельства, сомнения в его беспристрастности и порядочности. Но возникает вопрос, а разве это не основание? Судья говорит, нет, это не основание. Я не свойственник, ни брат, ни сват, взятки не брал и не давал. Поэтому ваше вот это вот заключение никак к этому не относится. Хотя там есть слова, если имеются иные обстоятельства. То есть иными словами, судья прямо глядя мне в глаза говорит, я не виноват, у меня все правильно. Других объяснений у него нет. То есть юридически он не может объяснить, почему он не имея этой власти, вот этой, не имеет права ставить печаль. Здесь возникает вопрос, а кто это все задумал? Что нельзя было организовать выборы сотней? Ведь в 12-м году Путин объявил по телевидению всему народу, переходный период закончился от СССР в РФ. Это слышала вся страна. То есть с этого момента переходные положения, которые бы, возможно, позволяли бы судье не избираться, за 18 лет или 20 уже лет, достаточно было времени, чтобы организовать эти выборы судей. Почему не было сделано? Законодатели. Ведь по сути получается, что захват власти идет у судей с подачи законодателей и президента самого. Почему они сдержали это, не организовали эти выборы, чтобы действительно судьи работали с гордо понятой головой и их выбрали? Надо полагать, что это сделано специально. Опять же возвращаемся к СССР. Как отменить все решения разом? Миллионы решений вынесены незаконно. По противотизации, по назначениям, по вообще вот этой всей деятельности РФ, которая создана временно, чтобы выкачать дань определенную у нас, а потом быть закрытой. Вот это и есть механизм ее закрытия. Это очевидно. Затем мы даем второй отвод. Здесь мы конкретно расписываем, где зарегистрирован суд, какие у него там обязательства перед этими третьими лицами за рубежом и так далее. Один суд, судья нас спросил. Я не могу принять у вас это, она не заверена. На что наш правозащитник заходил. А мне что, в Германию съездить и заверить ее там? Что вы там зарегистрировали? Ну, судья не могла на это ничего не ответить. И вернуть не может, потому что все документы, касающиеся отвода, должны подшиваться в дело. И вот тут они, скрипя зубами, со слезами на глазах, как говорится, мышь ели кактусы, плакали, она подшивает это в дело, понимая, это уголовное дело на судью. По идее, судья при таких документах, таких разоблачениях, можно сказать, должна сказать, извините, снять мантию, извиниться перед народом и покинуть этот пост. Но этого не делается. Значит, сверху дается команда. Крепитесь, держитесь, мы вас типа спасем. Кто кого спасать будет? Все разбегутся, как крысы с корабля, как только вот это все. А на скамье окажутся не только олигархи, а вот эти вот судьи, вместе с приставами, которые по сути сейчас осуществляют карательные действия против коренного населения. Это же видно невооруженным взглядом. Делаем дальше третий отвод. Спрашиваем у судей, где ваши документы? Подтвердите, что вы судья. Судей может быть, согласно статье 119 Конституции, только гражданин Российской Федерации. Может быть, гражданин Российской Федерации. Если я гражданин Российской Федерации, я должен пройти процедуру выхода из СССР и входа в ИРА. Давайте заявление или копию заявления. Процедуру. Она не выполнена. Следовательно, судья незаконно занимает должность. или ложным, обманным путем ее занял. Неважно, с благословения, без благословения, ну так, юридически получается. Соответственно, если это частная организация, как выяснилось, договор должен быть на судебные услуги. Сначала судьи смеялись. Было так смешно. Какие-то мы дурацкие требования определяем. А потом смех-то прошел. Прошел. И вот сидят судьи в областном суде. Приходит профсоюзная организация. Начинает выкладывать вот эти документы. И как сидят судьи? Вот так вот. А как они смотрят на народ? Вот так вот. Это что? А раньше как они сидели? Там заходит судья. И все вот эти три судьи, и вот так гордо всех осматривают. Вот они тут хозяева. Они сейчас тут будут судить. А сейчас кто кого судит? Мы им это все выкладываем, читаем. Потом пишем заявление об уходе зала и уходе. Они сами себе потом и читают эти приговоры, там, определения свои. Кому не нужны? И они понимают никчемность своей работы. Вот этой вот суде. И для граждан, которые присутствуют на этих суде, даже незнакомые люди, которые приходят, они вот сидят, тут как-то присутствовал представитель банка, этого Сбербанка. Пришел на суд, его и никто не приглашал даже. Обычно в банке они подают иски и пишут сразу «Мое отсутствие рассматриваете». И суды рассматривают, потому что там присутствие банка необязательно. Там все и так ясно, все заранее все написано. Тут этот пришел, молодой парень из Сбербанка. Хотя он не истец. Он истец, как выступает. И он это все услышал. Так он вообще торопел и сказал, вот это да! Он не ожидал, что мы с банком-то не будем разбираться. Мы разбирались с судьями. И мы им в это один отвод, вовели отвод один, а основание одно, что заключение экспертов о нелегитимности судебной системы, захват власти, прямо по Конституции РФ. Дальше. Зарегистрированный за рубежом, под внешним управлением находится, поэтому доверия никакого нет. Дальше. Третий отвод. Гражданство не могут доказать. Лица с неустановленным гражданством. Дальше. И четвертый отвод. За получение взяток. Здесь судья насторожился сразу, когда этот вопрос. А где вы видели, что я брал взятки и так далее? Я вас сейчас правоохранительные органы сдам, клевета туда-сюда. А у нас составлен отвод по этому вопросу на основании публичного обвинения Валерия Зорькина, это председатель конституционного суда. Он в российской газете еще в 2004 году обвинил всех судей Российской Федерации в преступной деятельности, в получении взяток. То есть настолько пронизана была коррупция эта судебная система, сейчас она стала не лучше, еще хуже. Но если тогда поголовно Зорькиным вот этот момент был освещен в публичной веще, поэтому мы составили, вернее не мы, ведь все, что я вам говорю, это не мы придумали в профсоюзе. Это 130 городов профсоюзных организаций работают над этими документами, обмениваемся друг с другом и применяем их соответственно. Это как коллективная работа всего населения активного, которое участвует в этой правозащитной работе. И вот это требование об отводе, оно основано вот на этом как раз обвинении Зорькина. Мы там написали, что подозреваем, а не обвиняем судью. Обвинять его мы не можем, у нас таких фактов нет. Но подозревать мы его можем, основываясь на обвинениях уже Зорькина, которые более компетентный человек. И в чем же видится взятка все-таки судьи? Явное причем. А именно то, что судья именно своим отношением, своим поведением, своим неоднократным, лояльным, непонятным отношением к банку проявляет беспринципность, непорядочность и зарождает сомнение в том, что он получает взятку в виде заработной платы как поощрение за попирание законных, конституционных прав и гражданских прав Россия. А как еще? Если тебе платят заработную плату на уровне главы муниципалитета, каждому суде это минимум, и он в наглую попирает конституцию, идет на поводу у банка, соответственно, возникает вопрос, а заработную плату так как взятку получаешь тогда? Иначе бы тебе не платило, нормальный руководитель тебе никогда бы не платил зарплату за эти нарушения. Значит, получается, коррупция сверху донизу идет. Вот понятно, почему Зоркин всех и обвинил в суде сверху донизу. Тогда оно объясняется этим. И судьи очень неудовольствуют, с большим неудовольствием, когда в присутствии у нас сидит на суде 15-25 человек и все смотрят на суде, когда мы его обвиняем во взяточности. Вприлюдно. Просто вот бешенство в глазах я вижу, а сделать ничего не могут. Возразить ничем не могут. Забирают бумаги, удаляются на совещание, выходят и говорят, значит, ваши доводы согласно статье 16 ГПК необоснованы, надуманы, ну и там все такое панча. Поэтому отменяется, суд продолжается дальше. Субтитры создавал DimaTorzok